Сообщи, где торгуют смертью. Антинаркотическая акция с таким названием в очередной раз стартует 17 ноября по всей стране и в частности в Чувашии. О том, сколько она продлится, для чего нужна и куда обращаться, мы поговорим с заместителем начальника Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Чувашии Владимиром Бабаевым. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Вот не в первый раз ваша служба проводит такую акцию. Все-таки для тех, кто, может быть, еще не слышал, не знает, что это все-таки за акция. Да, Ольга, это ежегодная всероссийская акция. Она проводится в два этапа. Первый этап у нас проходил весной этого года. С сегодняшнего дня стартует второй этап этой акции. В рамках акции обращается внимание населения на работу с правоохранительными органами прокуратуры, в том числе Чувашской республики, по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств. В рамках данной акции осуществляется взаимодействие с населением путем получения, в том числе, анонимных сообщений о местах, где, возможно, осуществляется сбыт хранения наркотических средств. Совершается административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков. И другие преступления, правонарушения, которые относятся к нашей компетенции. А вот насколько эффективен такой способ привлечения внимания общественности к проблеме наркотиков? То есть, действительно, люди звонят? Действительно, это серьезная помощь правоохранительным органам? Да, конечно. Население активно принимает участие в рамках таких мероприятий и за рамками таких мероприятий. Вот скажу, что в рамках первого этапа Всероссийской акции «Сообще, где торгуют смертью» на различные источники, в том числе на телефон доверия, от граждан поступило порядка 100 сообщений. Все они были проверены в установленной порядке. По ряду случаев информация нашла свое подтверждение. Скажу, за тот же период было возбуждено порядка 50 уголовных дел. Столько же примерно было привлечено лиц к административной ответственности, в том числе по информации, которая поступила от граждан. В первую очередь это наркопритоны, это преступления, связанные и правонарушения, связанные с незаконным хранением наркотических средств и психотропных веществ. Еще уточним, это все-таки, наверное, анонимные звонки или как поступают информацию? Да, сообщить можно как анонимно, так и гласно. Существует на сайте управления, можно через сайт сообщить, где торгуют смертью. Там есть соответствующий раздел, куда можно написать ту информацию, с которой гражданин хочет поделиться с правоохранительными органами. Можно обратиться на телефон доверия 230100. Это круглосуточный телефон доверия Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Чувашской Республики. Он круглосуточный и, хочу обратить внимание, анонимный. То есть, звонивший не обязательно представляться, не обязательно, если человек опасается каких-либо последствий со стороны правонарушителей, причастных к незаконным оборотам наркотиков. То гражданин может сообщить суть информации, не разглашая сведения о самом себе. А по каким все-таки признакам человек может понять, что где-то рядом с ним, может быть в его доме, подъезде продают или торгуют наркотиками? Ну, как правило, от населения поступают сообщения, связанные с потреблением наркотических средств в наркопритонах. Это характерный специфический резкий запах, который образуется при изготовлении наркотических средств. Это схожие на запахи растворителя, бензина и так далее. Это наличие в подъездах, либо рядом с жилыми домами, с подъездами, с балконами, постоянно появляющиеся шприцы. Тоже может свидетельствовать о том, что в подъезде действует наркопритон. Факты потребления о том, что собираются молодые люди на лестничных площадках, потребляют, возможно, курительные смеси. Тоже специфический запах, не табака, в состоянии соответствующего одурманивания. Вот по этим признакам. А вот стоит ли опасаться каких-то последствий людям, которые, скажем, позвонили, которые бдительные, но информация не подтвердилась? То есть им ничего за это не грозит? Ни штрафы какие-то? Нет, мы рассматриваем все сообщения, даже те, которые не нашли своего подтверждения. Мы проводим в любом случае отработку поступившей информации в зависимости от ее характера, принимаем соответствующие меры. Если такие случаи бывают, что граждане обращаются, но информация не подтверждается, ничего в этом страшного нет. Никакой ни административной, ни уголовной ответственности, так скажем, за ошибочно представленные сведения. Гражданам, соответственно, никаких мер к ним не принимается. Если говорить по срокам, до какого числа будет проходить акция в России? И вот я знаю, что у нас ее решили все-таки продлить. Да, в России она проводится с сегодняшнего числа по 28 ноября. По согласованию с прокуратурой Чувашской Республики и с другими заинтересованными ведомствами принято решение на территории Чувашской Республики эту акцию продлить до 17 декабря. То есть более чем практически в два раза. А вот с чем все-таки связано? Недостаточно времени или... Нет. Фактически телефон доверия действует и в другие дни, независимо от акции сообщения, где торгуют смертью. Это плановая работа, которая проводится не только в период этой акции. Просто мы не реже двух раз в год напоминаем населению о номерах телефонов, на которые можно сообщить эту информацию. Проводим разъяснительную работу в школах, в местах массового досуга, для того, чтобы акцентировать внимание и освежить в памяти у населения именно контактную информацию, куда можно обратиться. Давайте тогда еще раз проговорим, куда действительно можно обратиться вне действия акции. Вне действия акции можно обратиться, как я уже назвал, на телефон горячей линии или телефон доверия 23-01-00. Можно обратиться на телефон доверия в прокуратуре Чувашской Республики, связанной с незаконным оборотом наркотиков 39-20-12. Есть специальный федеральный номер, на который можно направить смс-сообщение, если не хотите, или позвонить с мобильного телефона. Это 8 937 013 93 41. 937 013 93 41. На территории города Чебоксары, помимо телефонов, интернет-порталов, госуслуг, на которые также можно обратиться, указанных мной, можно информацию представить в специальные ящики для анонимных сообщений, которые находятся на территории города Чебоксары, в частности, в торговом центре «Каскад», в прокуратуре Чувашской Республики, в городской администрации, в кинотеатре ДК «Салют», в прокуратуре Ленинского района, рядом с магазином «Детский мир» по проспекту Ленина и на территории рынка «Шупашкар». Если вот все это телезрители сейчас не запомнили, я думаю, что весь этот перечень можно где-то найти, наверное, в источниках? Да, вся информация содержится на нашем сайте, на сайте прокуратуры Чувашской Республики, на сайте МВД. Можно зайти на центральные страницы сайта, есть баннер, где как раз с акцией сообщить, где торгуют смертью. Там есть вся контактная информация, условия, порядок проведения этой акции. Также данная информация размещена на баннерах в городе Чебоксары, в маршрутных такси, в доступной форме. Спасибо. Я напоминаю, об антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» мы уговорили заместителем начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Владимиром Бабаевым. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»